Смотрите в чате, как меня видно, как меня слышно. Видно, слышно, хорошо. И сразу приступаем к эмоциям, к впечатлениям, потому что делала слайды, реально не успевали до начала вебинара. Очень, очень много информации, реально уже делала и не могла вспомнить, что было в тот или иной день. Репит, опять репит, сейчас, что же такое произошло, у меня всегда было нормально. Но я знаю, это всегда к новым званиям, а ну так нормально? Еще репит или нормально? Люда, а какой ползунок, верхний или нижний? Вот так лучше, вот так лучше, алло, 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 с микрофоном. Все хорошо, все хорошо. Я продолжаю. Все. И, ну, реально, у меня три дня, у меня три дня, я рассказываю, но у меня 20 слайдов. То есть на каждый день по, практически по 8-7 слайдов. Это реально, сколько, много эмоций, и сейчас будем, о боже, тихо стало. Теперь, так нормально? Так нормально? Алло, 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 алло. Добавила звук. Так нормально? Алло? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Вышел зайчик погулять. Все нормально? Громче, тише, громче, тише, лучше. Нормально, все уже, да? Ребята, ну, никогда не было проблем. И нижний уже подвигала, и верхний подвигала. Все нормально? Я так понимаю, уже должно быть нормально. Все, и продолжаем. И продолжаем. Что я рассказываю? Я рассказываю с третьего дня, и что я хочу сказать, когда утром у нас третий день, это была Турция, город Кушадасы и экскурсия в ФС. Я хочу сказать, что мы очень рано вставали в Кушадасах, и, ну, поэтому мы всегда же играли до трех, до двух часов в мафию, а потом приходили еще, скидывали фотки, и потом утром рано просыпались. То есть, в Турции я проснулась в пять утра, и, ну, соседки мы проснулись, и она зовет, Ира, посмотри в окно, и я выхожу на, я выхожу на балкон, и вот это, где вот эта вот надпись Reflame, вот эта надпись Reflame, только еще сильно-сильно темно, мы пытались сделать фото, но фото, оно, ну, вообще размытое, ночью, ну, не получалось фотка. И вот это Reflame ярко ночью светится, светится весь город, и ярко прямо напротив моего окна светится это Reflame. Вот так, ну, я не знаю, настолько такие эмоции, я просто в шоке, это был только третий день, я говорю, я не представляю, что будет на пятый, на шестой, на восьмой день, потому что, ну, каждый день компания удивляла очень масштабно, и тут мы смотрим на эту надпись Reflame, поворачиваемся назад, а сзади плывет очень рядом второй наш лайнер. И потом он приплыл, он встал прямо перед нами, вот это вот, вот это вот есть здесь фотографии, нет, нету фотографий, ну, вот так он стоял, мы тоже на фоне его фотографировались, прямо смотрели в окна, да, там, ну, реально он очень близко стоял, очень огромный, на фоне ночи это было очень красиво. Потом, когда мы, потом, когда мы пришли завтракать утром, да, то есть мы вот этот вид, вот этот, что на первой картинке мы видели, вот мы завтракали утром, завтракали утром на улице, и вот этот вид у нас был за спиной. Реально очень красиво, очень трогательно, очень волнительно, ну, не знаю. Потом дальше мы поехали в город Эфес, ну, Юля очень хорошо запоминает, в Риме она все запомнила, я честно сказать, к истории далека, для меня тоже море, ну, такой отдых, да, но по этим всем историческим моментам я не разбираюсь, ну, тем более, что третий раз в Риме, да, ну, я первый раз в Эфесе, это город, город старинный, город древний, город разваленный, там очень много прошло раскопок, очень много разваленных вот этих всех зданий, сооружений, мы очень все, ну, много где походили, часа три мы ходили, мы фоткались везде, очень красиво, очень, ну, такие, да, красивые вроде бы как были здания, но они уже наполовину разваленные, реально, ну, вот это, мы ходили командами, нас было по 30 человек, 37 в команде было человек, наша группа была 31, вот это мы нашей группой сфоткались, вот это мы с Касатки тоже всегда вместе ходили, вот, вот как выглядит город, да, ну, то есть со всех ракурсов его фотографировали, вот это фотографировались напротив, там тоже здания какой-то там сцены, вот это, ну, улочки такие, да, то есть, ну, это все, это все, что было в этом городе, это мы фотографировались, и слушали внимательно, я пыталась слушать нашего Гида, но я настолько, ну, я просто историю не знаю, я сделала для себя вывод, что нужно начать изучать города, нужно начинать смотреть Орел и Решка, свет на вы, говорит, ну, потому что стыдно иногда поехать, ну, то есть, мне было стыдно, я ничего не знаю, я ничего не понимаю, но, в принципе, я в своей жизни не стремилась знать про Рим, или про Турцию, про Кушадасы какие-то, да, я не стремилась этого знать, потому что я там никогда не была, и зачем мне это знать, то сейчас я понимаю, что нужно все-таки быть компетентной в какой-то там, ну, в странах, потому что когда ты приезжаешь в ту или иную страну, хочется что-то знать, хочется в чем-то быть уже профи, поэтому реально, ну, задумалась о том, что буду смотреть, изучать более подробно, чтобы не быть лузером, да, ну, как бы, как говорится, ну, и в любом случае, даже если не знала, но получила очень много эмоций, впечатлений от этого города, да, вот такие вот классные здания, напротив всех мы, напротив всех мы фотографировались, но очень много уже развалено, там, ну, маленькие такие уже оставались развалены, но все равно мы поуспевали пофоткаться, и, ну, везде там, на улочках, и в домиках, и, ну, везде, где были, фотографировались. Вот это вот, на вот этой фотографии, это сцена, где, ну, вниз сцена, ну, то есть там, где проходили разные какие-то там сборы, там какие-то выступления, и очень много людей, ну, помещалось на этой, ну, то есть, чтобы посмотреть какое-то выступление, то есть до тысячи людей, вот это на этой фотографии там помещается, да, и внизу все смотрели. Потом мы вышли, вот это, мы вышли с этого города, такая вот в соснах такая, ну, дорожка, да, потом мы зашли еще на базарчик, там очень классные грейпфруты продают, грейпфруты, вот я дерево, ну, мы дерево фотографировали, потому что очень много вот таких фруктовых деревьев, да, оливковые видели, апельсиновые, грейпфрутовые, а, гранаты, гранаты, да, гранаты, и вот это тоже дерево такое уже с этими плодами, да, а это уже плоды готовые продавали на рыночке, и вот тоже сфотографировала, везде на каждой, на каждом шагу была стойка Арифлейм, были наши организаторы, все были всегда в синих футболках, всегда можно было найти, спросить, куда пройти и так дальше, то есть компания к организации подготовилась очень шикарно, и я хочу сказать, что реально, когда в последний вечер поздравляли, ну, приглашали на сцену организаторов, сказали, что год готовили эту конференцию, реально я хочу сказать, что, я хочу сказать, что, да, правильно, бои гладиаторов, вот, ну, девчонки подсказывают, ну, я, честно, впервые, поэтому на следующий раз я буду более подготовлена, и, о чем хотела сказать, честно сказать, нам бы и лайнера хватило, но компании нет, она, ну, ей лайнер, тайлайнер, да, она еще три страны, четыре города, хотя я посчитала, мы были в пяти городах, три моря, ну, то есть это все, и, то есть, ну, не было у нас времени вообще скучать, не, каждая секунда, каждая секунда была расписана, дальше после Эфеса мы приехали и пошли на, мы приехали, я не помню, на лайнер мы ездили, мы не ездили на лайнер, не ели, мы просто приехали сюда в порт, в Кушадасы, и тут уже погуляли, мы купили также в Эфесе, купили сувенирчики, да, вот такие вкусняшки тоже накупили, очень вкусные, и когда в Кушадасы приехали, ходили там тоже по магазинам немножко, и пришли тоже на море, здесь уже Эгейское море, и вот такой вот вид был, вот там, где я прыгаю, это вид был, ну, на фоне этих двух лайнеров, настолько красиво, и реально, мы там ролики записывали, будут ролики тоже, ролики по работе, ну, реально такие ролики, от которых, мне кажется, человек посмотрит, и уже всякие сомнения у него пропадут, то есть, и тут мы тоже работали, то есть, мы фотографировали, мы не просто ходили, то есть, почему, может быть, не запомнили, да, многое, потому что реально ходили, мы хотели какие-то инструменты привести с собой, то ролики записывали, то какие-то панорамы, то фотографировали каждого друг дружку, да, чтобы у каждого остались фотки, и совместно фотографировались, и с разными тоже, ну, партнерами компании тоже фотографировались, А когда приехали, увидели этот фон и сразу сели, не ели, не пили, сразу сели записывать ролики. И реально тут Ира Филипова взяла, именно на этом месте Ира Филипова взяла у девочки с проекта продвижения, взяла интервью, мы с девочкой подружились, с девочкой потом пошли на пляж, ну это то есть до того, как мы пошли на пляж. И вот сейчас мы уже пошли на пляж. Тут пляж на фоне этого лайнера, то есть если в Миконосе лайнер был далеко, мы до него не доставали, то здесь он был рядышком. И здесь все фотографии на фоне лайнера, это, ну я не знаю, это фотографии, это такая память, это такие эмоции, это на всю жизнь. Ребята, это не передать просто фотографии, просто то, что мы там были, мы знаем и реально, ну и реально, ну понимаешь, я, ну честно, я себя ловлю на мысли, вот бывает, ловлю на мысли, что, блин, а может это неправда, может мне это снится, может это сон, а может это сказка. Ну то есть, ну настолько, ну настолько все так нереально, все классно, что я даже не представляла, что может так быть. Рейское море тоже очень классное, соленое, лазурное, теплое, ну то, что полежали, покупались. Ну естественно, мы не столько там купались, релаксировали, да, опять же тоже фотографироваться, и нужно разные фотки, разные ракурсы. Ребята, ну это фонсировать, ну наша работа, и реально, она тоже трудная работа, потому что пока мы там высаживались, то кого-то попросить сфотографировать, то кого-то. Ну и в принципе мы получаем кайф от этого, да, потому что, ну это наша работа, это наше хобби, это наше увлечение, это то, чем мы живем. И вот такие вот фотографии остались именно с этого, да. Дальше, когда мы прошли еще чуть дальше, уже на лайнер, когда шли, опять увидели эту вот надпись на горе, и мы со всех ракурсов тоже опять пошли к ней фотографироваться. Ну и естественно, это, естественно, ну очень красивые фотографии, тут вы видите их, ну да, то есть на одном слайде по три штучки, мы загрузим, мы загрузим фотки где-то там в Альбурге, либо мы в ВКонтакте, в Фейсбуке, естественно, там будет лучше качество, там будет лучше, ну то есть видно, здесь они маленькие, да, такие, ну, фотки. Ну и все равно видно, передается это все, это все красиво, ярко, насыщенно, тепло. Когда мы приехали в Киев, я за голову, я за голову бралась, почему, ну, наша страна, наши люди, это совсем не то. Мы объездили три страны, очень много людей было на наших лайнерах, все веселые, позитивные, жизнерадостные, жизнь бурлит, идет, ну, бьет ключом. И тут приезжаешь, и сразу попадаешь в такой груз, и реально, да, ну, я не знаю, я не знаю, очень много меняется. Меняется в голове, дальше новые планы, новые, новые какие-то цели, потому что, ну, реально, я не хочу в этой реальности жить. Я не хочу в этой реальности жить, я вижу реальность по-другому. Потом, когда мы приехали, то есть мы с Кушадас, мы сели на лайнер, и вечером у нас ужин в ресторане. Естественно, бю-бю, мыть голову, крутить волосы, краситься, одеваться, переодеваться, гладить очень было удобно, очень было прикольно тем, что 8 долларов погладить платье, то есть единственное, вот эта платная услуга на лайнере, это глашка. И, ну, как мы выкручивались, мы на ночь, ну, мочили свои вещи, на балкон ложили, ну, в принципе, 8 долларов за одну вещь, но мне, в принципе, не хотелось платить, да. То мы выкручивались, находили возможность, варианты выкрутиться, то есть, ну, мочили вещи, там, на тренпель, на балкон повесили, ночью, ну, такая влажность большая, это, ну, там, нормально высыхало, проветривалось, ну, и нормально можно было одеть. То есть, тоже так выкручивались. И вот, как мы, ресторан вообще, настолько красивый, вот на берегу мы, ну, он весь, весь блестит, люстры, белые столы, мягкие стулья, ложки, вилки, все такое, ну, блестящее, свечи, блюдо, очень вкусное блюдо принесли, я не помню, какой мы здесь ели салат, но очень вкусное блюдо было, немнущиеся вещи, да, чтобы удобные, это я уже, это я уже после, наверное, после второй поездки поняла, что нужно именно немнущиеся вещи, потому что очень неудобно потом, когда их нужно одевать, а нужно еще гладить, где-то искать. В ресторане, то есть, тут как, тут был ресторан, то есть, то мы ходили на палубу на 14-м лобби, там, где мы всегда ели, а тут ресторан, тут вход в 7 часов вечера, если, Лиля, утюг нельзя было на лайнер брать, твой утюг на лайнер нельзя было брать, вход в ресторан в 7 часов вечера и в 9 часов вечера, если вы пришли, если вы пришли в 5 минут 8-го, вас уже не запускают, туда запускают в 7 часов вечера, у всех принимают заказ, там на день готовятся определенные блюда, да, то есть, и официант предлагает, официант предлагает, ну, выбор с этих блюд, да, ну, то есть, мы, в принципе, выбирали все одинаковое, да, и быстро очень приготовляется, потому что, ну, в принципе, оно уже готовое и есть, и, ну, там, 2-3 блюда на выбор. И мы заказали нам, мы заказали все один салат, и второе, это была рыба морской, морской, что-то там, морской окунь или морской какой-то, ну, какая-то рыбешечка морская, окунь, да, и очень вкусный, без косточек, классный, ну, такой вот прожаренный, ну, я не знаю, так все вкусно, плюс потом нам принесли десерт, и десерт мы выбрали теремису, кофе с молоком, и, ну, на этом закончился наш такой ужин, мы посидели 2 часа, посидели, поразговаривали, пообщались, обсудили какие-то рабочие моменты, обменялись опытом, это очень интересно, и опять, даже за ужином мы работали, мы работали, обсуждали, потому что, ну, в принципе, почему это идет, это обсуждение, потому что, ну, я хочу, я хочу понять, как люди растут, как люди ездят, как люди большими командами ездят, хочется сразу что-то взять для себя новое, внедрить в команду, чтобы потом наша команда вся, большая команда начала ездить на такие мероприятия, поэтому всегда что-то спрашиваешь, расспрашиваешь, и таким образом, вот, хочу сказать, что на предыдущих конференциях я сладкого не ела, ну, я, в принципе, не сладкоежка, я люблю мясо-рыбу, то есть, в основном на конференциях я ела рыбу и овощи, тут тоже очень большой выбор рыбы, очень большой выбор овощей, фруктов, какие хочешь, но я решила попробовать сладкие там чизкейки, булочки, ну, и потом меня понесло. Честно, я хочу сказать, такого вкусного, сладкого, даже просто обыкновенные пирожки, булочки, чизкейки, я нигде никогда в Украине такого не ела и приблизительно даже, ну, даже похожего по вкусу, какое вкусное там, там все просто тает во рту, ну, реально, реально даже вот эта вся еда и соленая, и сладкая, ну, все очень вкусное. Так, и вот это фотки, да, мы потом фотографировались еще в ресторане, потом мы собрались со всеми остальными нашей командой и тоже еще такие фотки командные подделали, ну, для того, чтобы было рекрутировать, ну, можно было рекрутировать команды. Хочу сказать тоже, нужно время на то, чтобы собраться и сфоткаться, я думаю, вы знаете, как это, да, то есть выставить всех, всех собраться, тому нужно туда, тому туда, тому туда, хочется где-то идти, гулять, развлекаться, но нет, мы все-таки поехали туда еще с целью и привезти материалы и поработать, поэтому, поэтому вот много у нас есть фотографий, много есть у нас инструментов для работы. И в этот же день мы пошли в казино, мы там походили, тоже пофотографировались и пошли в библиотеку. Библиотека вообще убила на повал всех, там реально такой яркий цвет, желтый, ну, светло, ну, реально кресло, ну, вот это те фотки, да, белые кресла, те фотки, которые вы там подделали. Я еще в библиотеке потом на следующие дни записывала видеоролики, там тоже есть, ну, вся библиотека обставлена нашими продуктами Novage, нашими брошюрками, нашими продуктами Wellness, то есть это все было, ну, в библиотеке тоже на наше, на наше, ну, как бы, улучшение, да, можно было все брать, все пользоваться. И то есть я вот рассказывала 18 минут, вот эти все слайды, это с первого, с нашего третьего дня, сколько за день было много активностей. И день четвертый, было ралли в Афинах, в Греции, да, это было поздравительное мероприятие, где поздравляли все новые звания, и утром мы в этот день раньше всего встали, и мы завтракали, когда еще было темно на улице, очень красивые тоже фотографии, и приехали в место, где проводилась ралли, очень большая сцена, и 6 тысяч участников помещалось на этой сцене. Это наша команда, ну, вот такие, да, такие крутые мафиози, деловые люди в движении, ну, фотки разные, как вы видите, да. И вот немножечко фактов со сцены. Очень много было, 6 часов было, шло мероприятие. И, честно сказать, ну, это все потом нужно будет просто смотреть где-то, да, там, может, какие-то видео скидывать, может, какие-то фотки будем еще скидывать, ну, все передать, что там было. Там было награждение новых званий, там было выступление новых высоких званий, там было награждение президентов, и президентом награждали вообще просто зал. Зал был в полной тишине. Девочка китаянка, она была новым президентом, ее так красиво поздравили, ну, естественно, чуть ли не выносили на руках на сцену, в длинном длиннючем платье белом, и видно было, камера на нее наводила, она рыдала, у нее слезы, слезы ручьем, потому что 6 тысяч участников аплодируют для нее, потому что она сделала прорыв, она стала президентом. И вот какие звания были, да, 1256 званий в золотой команде, 179 званий в бриллиантовой команде, 35 в исполнительной и 3 в президентской команде. Сколько выплачено премий, да, по этим званиям? 5 миллионов 920 тысяч гривен, только премиями, да, и всего было 1472 новых званий. И это рекордное количество новых званий было за все 50 лет, за, да, долларов, да, за все 50 лет. Компания, компания торжествовала, руководство, основатели, они довольны, но они не останавливаются на этом. Они идут дальше, они выходили на сцену, они давали интервью со сцены, они фотографировались, они давали обещания, как и что дальше будут делать, какие планы. Они откровенно, чисто, открыто делятся со всеми, со всеми шести тысячами партнеров, что они готовы делать дальше для нас. Запустили новые новинки, вот, туши, запустили новый мужской новейдж. Это все было на этом мероприятии. Очень многие лидеры выступали. Выступали к Тошу и Морданову выступали, ну там, другие лидеры выступали. Меня очень поразило, что очень много квалифицировалось на эту конференцию партнеров с Нигерии, с Африки. Реально, все черные, у них национальный наряд был зеленый с белым, там очень все красиво наряжены. В свой национальный наряд, ну, очень красиво было. Плюс на этом мероприятии выносили флаги лидеры каждой страны. И у нас выносила флаг и факел Ира Еременко, самое высокое новое звание, она отстаивала честь нашей страны. На ралли было 58 стран, участники 58 стран. Это реально, это реально, ну, круто. Это... Так, и... Ну, я думаю, мы поподкались много. Вы берите себе на заметочку дальше, что вам не хватает. Я спрашивала, я спрашивала в команде, спрашивала, что скидывать, что фоткать. Я спрашивала, ну, всегда нам нужна обратная связь для того, чтобы всем все было полезно и всем все было понятно. И фоткались там, где могли, там, где попадали, там и фоткались, и все поподкали максимально много. И было поздравление новых званий. Новых званий у нас в Украине, к сожалению, было немного. Но со стран СНГ мы, конечно же, в топах, да, то есть, ну, страны СНГ в топах. Но Украине есть куда расти. Лиля, страны Украина были все на нашем лайнере. Еременка была с нами на корабле. И вот я тоже выходила с новым званием старший золотой директор. Мы изначально зашли, то есть, все зашли, сели в зал. Нас позвали отдельно с другого входа. С другого входа позвали. Мы зашли. Там были все новые звания. Вот это 1472 человека. Там было накрыто столы. Там были, ну, там, какие-то там напитки, кофе, чай, соки, какие-то там плюшечки были. То есть, и каждая страна отмечала в своем маленьком... Ну, то есть, возле каждой страны был столик. Каждая страна в своем маленьком кругу отмечала новые звания, новые достижения. Это тоже было круто. И у меня было, конечно, видео, как мы выходили оттуда на сцену. Видео, к сожалению, не сохранилось по некоторым причинам. И, ну, то есть, ну, а на сцену мы выходили, вот, и все 6 тысяч участников аплодировали всем поздравляемым. Поэтому это тоже реально очень-очень-очень круто. И нужно, нужно идти дальше, и нужно отстаивать честь нашей страны. Это уже долг, это уже миссия. То есть, ну, для меня это не просто, работа в компании для меня не просто, чтобы, ну, зарабатывать себе деньги. Это уже наша миссия развивать бренд компании и отстаивать честь перед другими странами. Потому что мы уже там засветились, и нужно быть там со своими командами. Дальше мы приехали, мы приехали домой, на лайнер, пообедали на лайнере. И дальше у нас была возможность поехать погулять по Афинам. Мы хотели поехать в Акрополь. Но мы сели на такси, поехали. Но, к сожалению, начался очень большой сильный дождь. Это мы его, наверное, привезли. Потому что реально об Афинах не было 5 месяцев дождя, нам таксист рассказывал. 5 месяцев не было дождя. Рекомендация, учите английский. Потому что, ну, реально тоже выглядит очень глупо. Когда тебя спрашивают, с какой ты страны, ты не можешь этого сказать. Или сколько тебе лет, или как тебя зовут. То есть, учите английский хотя бы по чуть-чуть. И, ну, потом мы просто поехали на такси. Нас высадили в центре, где были магазины. Мы походили по магазинам. И назад, вот, мы походили по магазинам. Купили деткам нашим, тут мы купили деткам нашим машинки. Посидели в кафе. Опять посидели в кафе, пообщались, обменивались опытом. Опять с другими. Каждую секунду хотелось что-то полезное взять и вынести. И потом назад, когда ехали на такси, очень классный таксист попался. Он нам начал рассказывать классные места. Вот это вот остановился, чтобы мы сфотографировались возле университета. Очень старинного, древнего, да, который очень давно-давно построен. И, ну, вот мы возле него фотографировались, но он в очень хорошем состоянии. И вторая фотка – это золотой зевс. Ну, то есть, это было темно, там мало освещения, но все равно на этом фоне тоже сфотографировались. И когда приехали, когда приехали, фотографировались на фоне вот этого вот лайнера в темноте, очень близко. Ну, это тоже реально круто. Очень классно, тоже очень много эмоций. И пятый день – это был у нас встреча стран сразу. И, то есть, уже пятый, шестой, седьмой день мы были на лайнере. И, то есть, никуда уже не останавливались. И у нас были мероприятия на лайнере. То есть, пятый день утра – это была встреча стран, где нам подарили, нам подарили вот такие вот подвески. Реально, ну, реально очень крутые подвесочки, что я хочу сказать. Где она? Золотые, 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 очень красивые, с гравировочкой, да, гравировочка тут 50 лет, ну, десятилетие компании. То есть, и факты, цифры тут опять, да. То есть, что, что говорит, что говорят компании? То есть, это встреча стран, тут страны СНГ были, да. То есть, есть страны СНГ, потом в странах СНГ мы Украина, да. То есть, на следующий день была Украина. Но в странах СНГ мы уверенно движемся к цели стать компанией номер один в регионе. Вот тут тоже развитие лидерства показывали, рассказывали, сколько у нас в странах СНГ новых званий. Может быть, на фотографии уже плохо видно. Но старшие менеджеры – это 3000, да. Ну, и так дальше. То есть, исполнительная команда, 80 сколько. И тогда, ну, то есть, есть к чему расти, развиваться. И тогда тоже был выступающий Александр Афьокник. Он тоже рассказывал нам о том, что, ну, очень большие надежды, очень большой вклад делает именно компания в наши страны, в наших лидеров. То есть, это все открыто. Руководство и основатели компании открыто с нами об этом всем разговаривают. И были поздравления на сцене. Были, нас вызывали, Кочура, Витас, Андрей, и нас вызывали с двумя новыми званиями. Кочура, Витаса еще потом с тремя, Кочуру с четырьмя. Но еще были и пять новых званий за год, и шесть новых званий за год. Это, ну, все мы знаем, это Шахаевы, да. Ребята, ну, то, что мы делаем директора и дальше не двигаемся, это не работа. Посмотрите, как люди, у какие люди, у людей амбиции и цели, что они делают по шесть званий за год. Шахаевы сделали за 10 месяцев бриллиарда. Понимаете, какое у них огромное желание. Поэтому нам еще нужно поучиться. Ну, естественно, мы учимся, смотрим, наблюдаем, обмениваемся опытом. Везде нам Шахаевых компания тоже приглашала, да, на вебинары. То есть нужно учиться, нужно смотреть, нужно работать над собой, нужно усовершенствоваться. И тогда мы тоже будем стоять на таких сценах и будем получать свои поздравления. И что я хочу сказать? Я желаю всем успеха. Я честно хочу сказать, конференции, это точно мое. Это то, что я не хочу пропускать ни в коем случае. Я просто как задумалась, что у меня первая конференция была ровно два года назад, в сентябре, когда я с командой квалифицировались в Египте. После Египта у меня уже было четыре конференции. Это то, от чего невозможно отказаться. Если вы попробуете раз, попробуйте раз, сделайте этот результат. Дальше ваш уже результат, ваша конференция, она уже будет работать на вас. И не пропускайте, потому что это именно то, что действует, мотивирующий для других. Деньги и доходы не так действуют, потому что большинство еще не верят в то, что тут компания платит деньги и так дальше. Вы выписку показали, люди не верят, да? Ну, может, там кто-то где-то там наштамповал, фотошоп и так дальше. А вот это, вот это, вот это передается, и это люди видят, и на это люди приходят, потому что людям сейчас нужны, нужен такой стиль жизни, нужны эти путешествия. Поэтому я всем желаю, сейчас соберитесь, распишите себе план на Хорватию, и просто, несмотря ни на что, делайте Хорватию. Это ваш шанс уже в мае быть частным предпринимателем, директором, участником конференции, и эта конференция вам уже до следующего сентября сыграет новые звания и новые достижения. То есть, если вы не пройдете конференцию, очень легкие условия. Мы просто, я не знаю, просто прыгали от счастья, насколько легкие условия на Хорватии. Но это нужно взять и сделать. Нужно начать рекрутировать и начать строить свои команды, для того, чтобы были отрывы, кьюшки и так дальше. Поэтому от меня всем привет, я заканчиваю свое выступление, и я хочу пригласить следующим спикером Иру Филиппову. Я хочу сказать, это, ну, очень яркий человечек. Я очень рада, что познакомилась с тобой. Реально очень, ну, лидер, хорошая девушка, хороший друг, хорошая подруга. Очень сдружились, и я рада, что именно еще такие конференции дают новых друзей с других параллельных структур. Поэтому, Ира, я желаю тебе, я желаю тебе успеха и дальнейших достижений, и в любом случае еще впереди новой конференции. Ну, и сейчас Ира выступит со своей последней частью нашей конференции. Всем желаю пока-пока успеха, целую, обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok